Невыплата зарплаты. С такой формулировкой чаще всего обращаются тюменцы в инспекцию труда ведомства. В приводе статистику жалоб стало больше. В прошлом году заведено более ста уголовных дел. Специалисты призывают не молчать и бороться за свои кровно заработанные. Тема продолжит Светлана Зорина. В этот оздоровительный клуб бывшие сотрудники не ногой. Текучка кадров здесь большая, но ни договора, ни денег работники не видят. Проработав 8 месяцев, произошло 3 месяца задержки заработной платы. Устала копить зарплату, решила уйти. В течение 3 месяцев, видимо, звонили прокуратуры проверки. Она выплатила почти большую часть, но не все. Обманутые работники о таком на камеру говорить не любят. Хотя истории в регионе только по официальной статистике тысячи. В прокуратуру в прошлом году поступило 1870 жалоб. И многие работодатели уже наказаны. Самый свежий пример – история с директором компании «Луч-3». Директор Готлевский выплачил одному из своих работников более двух месяцев зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, ему и еще семи работникам в течение более двух месяцев не платил зарплату вообще. Сумма задолженности составила более 180 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства долги по зарплате были погашены. Суд назначил Готлевскому штраф 55 тысяч рублей. Поступило порядка 5300 обращений граждан, из которых 56%, но порядка 3 тысяч – это по вопросам ни выплаты заработной оплаты, ни своевременной выплаты, ни на члене компенсации. И, соответственно, по сравнению с 2015 годом, рост обращений граждан на 23%. По данным региональной госинспекции труда, в прошлом году на неравнивых работодателей наложили штрафов на сумму более 30 миллионов рублей. Удалось взыскать в пользу обманутых сотрудников почти 700 миллионов кровно заработанных. Заведено более 100 уголовных дел. Да куда все-таки обращаться, если работодатель не платит зарплату или иным образом нарушает права сотрудника? Если вы трудоустроены официально, то смело можете жаловаться в инспекцию труда Тюменской области. Если же работаете по договору гражданскоправового характера или документы о трудоустройстве отсутствуют вовсе, тогда нужно идти в суд или прокуратуру. Причем сейчас жаловаться стало проще. Так зарегистрированные пользователи портала госуслуг могут оставить обращение на сайте госинспекции труда. Ведомство проведет проверку. Светлана Зорина, Андрей Захаров, Тюменское время.